Так, я начал запись. Поступило хорошее предложение, чтобы каждый на секундочку включился и сказал, из какого он города. There is an offer, good offer, that anyone could switch on his sound and tell from which country and which town he is. Окей? Максим, first. Всем привет! Hi, everybody from Moscow. Who's talking? Who said that? Максим Лебедев. It was Maksim Lbedev. I told Maksim Lbedev. Окей. I'm Maksim Lbedev. Вера, представишься? Откуда и где? Вера Волкова, Ульяновск. Всем привет! Отлично. Так, Сергей? Всем привет! Сергей Ким, я из... Сергей Ким, я из... Hello, I am Сергей, I am from South Korea. Сергей, I am from South Korea. Сейчас я выпущу весь звук для всех. Понятно. South чего? Южная Корея. Сергей из Южной Кореи. Так, я теперь включаю. Можешь повторить? Окей. Hello, I am from South Korea. Hello, I am from South Korea. I am... Эха. Эха, у кого Эха? Сейчас я понял. Это профессионал кто-то. Это профессионал кто-то. Это... Just a moment. Just a moment. Hello, Pierre. Hello, Pierre. Okay, David. Okay, David. Can you introduce you? Where are you from? Can you introduce you? Where are you from? David, tell me. Okay. Okay. Oh, Danny, maybe you can... Danny, maybe you can... I'm Danny. Hi, I'm Danny. This is coming. Hi, I'm Danny. Hello, hello. Hi. I'm Danny. I'm here. Here. Misha много микрофонов включено. Misha много микрофонов включено. And we're from Haifa, Israel. Hello. Hello, I am here. Мы из Дролл Центр, и мы очень рады быть здесь с всеми, и мы увидим много друзей здесь. Привет, всем. Привет. Привет, Дэнни. Привет. Привет. Привет, Камми. Спасибо. И, Дэвид, можно ли вы себе представить? Да, Дэвид Пелли из Камбридж, Антаро, Канада, не далеко от Торонто. Спасибо. Галина Кузнецова. Из Москвы. Отлично. Так, Авиф. Вот у меня следующий Авиф. Здравствуйте, всем. Я рада видеть вас здесь, людей, которые я знаю, людей, которые я не знаю. Я Авиф Бершацкий, аудитор НСС от Дролл Центра, Ифа, Исра. Я буду дать эту лекцию в несколько минут. Всем здравствуйте. Меня зовут Авиф Бершацкий, аудитор и кейс-дедвайзер Центра Двор. Рад видеть всех, кого я знаю, и кого не знаю. Я рад вам прочитать мою лекцию через несколько минут. Спасибо, Авиф. Так, Яриф. Я Яриф, и я из Хайфа, Израиля. Спасибо. Елена Лангмит. Здравствуйте. Филимонова Анастасия. А, точно, тут много Анастасии. Ну, давай вот Филимонова Анастасия. Я из Долгопрудного, Московская область. Отличненько. Спасибо. Так, вот Анастасия, видео появилось. Да, да. Ага. Здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте, всем. Окей, спасибо. Так, теперь вот... Ага, девушка... Просто не видно. У вас написано Деск просто. Это я, да? Да, да, да. Ну, меня зовут Галина, Галит. На иврите, я из Израиля. Мой дом – это Дрор. Моя семья – это Дрор. Я рада вас всех видеть. Отлично, спасибо. Так, Астерия. Всем привет. Я из Москвы. Спасибо. Так, Ирина Бояркина. Так. Привет, я немного болею, поэтому не могу подказаться. Ну, ничего страшного. Мы очень рады всех слышать, видеть, да. Рада вообще принимать участие в этом мероприятии. Здорово. Спасибо, Миша, большое. Да, спасибо. Так, Татьяна, представишься? Да, всем привет. Татьяна Прокофьева из Москвы. Здорово, Сибирь. Замечательно. Так, Татьяна Бакланова. Привет. Омская область. Здорово. Сибирь. Так, Юля. Всем привет. Юля. Меня слышно, да? Да-да-да, слышим. Юля из Москвы. Всем большой привет. Угу, отлично. Так, а ну? Юля из Англии. Я только из Англии. Международной Англии. Нет. Греть. Спасибо. Здорово. Окей. Максим Петерников. Всем привет. Я из Эстонии, город Силамея. Меня зовут Максим Петерников. Отлично, Максим. Спасибо за конференцию. Хорошо. Так, Татьяна. Вот тут только Татьяна написано. Ну, ладненько. Так, тогда идем дальше. Дункан Хейлс. Hello. 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 Where are you from? England. Oh, great. Which town? Near Gatwick. Crawley. Good. Thank you. Окей. Ренат? Я из Уфы. Спасибо. Так. Елена. Вот написано Елена. Так, ничего. А, вот. О, Елена появилась. Ага. Елена Калакимина. Я из Москвы. Отличненько. Спасибо. Пьер? Yeah. Yeah, yeah, yeah. You are. Yeah. Yeah, yeah, yeah. You are. Okay. All right. So, I'm here. I'm currently on lockdown in Belgium, but I'm usually not in Belgium because I'm traveling auditor. Like New York, Germany, UK, Scotland, Toronto, et cetera. So, I'm all over the world, so to speak. But currently doing some CSing from here in Belgium. And thank you for the invitation for all these lectures. Thank you, Pierre. And here we have a legendary guy, Max Kurbatov. Max, can you introduce yourself, please? Всем привет большой. Очень рад, что ты подстыковался к нашей конференции. Миша давно это дело строил и наконец построил. Я счастлив, что ему это удалось. Ну, работаем, все нормально. Здорово, Макс, спасибо. Так, ну давайте последний, Аркадий, потому что уже время. Миша. Да, добрый день. Меня зовут Аркадий, я из Москвы. Всем привет. Отличненько. Спасибо, Аркаш. Ну, у нас еще три экрана, поэтому не будем на этом. То есть на этом остановимся и продолжим сейчас лекцию. Начнем лекцию о Дива. We have three screens more, and I think we need to stop with this procedure. Otherwise, our greetings will be longer than lecture. I'm sorry for those who can't continue to introduce yourself, but now we will start lecture of Aviv. Так, сейчас мы начинаем лекцию о Дива. Алиф, ты готов? У нас уже 74 человека. Челси. Да, Миша, я готов. Круто. 740 – это круто. Супер. Все, мы ждем. Да, Миша, только микрофонов много включенных. Я сейчас все выключил и Алифа отдельно включу. Так, секундочку. Так, выключить весь звук. И включить звук Алифа. Все, Алиф. Все готово. Okay. So I'm going to do this lecture in two languages. First, English, then I'm going to translate myself into Russian. And I'm going to show you my screen so you can see all the references. Okay. So for the newcomers, people who just have joined, my name is Aviv Bershatsky. I'm auditor NCS at Dror Center, Haifa, Israel. And I'm glad seeing all my friends and all my new friends here. Okay. I'm going to share my screen. And I'm going to pull. Михаил, do we see the screen? Yes, I see it. Okay. Perfect. Great. So, first of all, first of all, I would like to thank Михаил for organizing this great conference. I think this is important for exchange of ideas and communication between us, Scientologists. As you know, we're not that united, and this conference actually unites us, and it is great purpose. So, thank you very much, Михаил. So, Михаил didn't ask me to endorse him, but I want to, because the products that he does actually makes us independent. From the church products, which is meters, so there is my Theta meter on iPad, this is interface, this is I meter program, sorry, Theta meter program, and this is my emitter, Theta meter, and it's also my solo can, I'm doing solo with it, and also I'm using it with two cans for a PC. Okay. Okay. Михаил не просил меня делать ему рекламу, но я хочу, потому что его продукты помогают мне и нам быть независимыми от церкви и их продуктов. Спасибо за их продукты, но нам не надо. Вот, это Theta meter, это интерфейс, Theta meter program на iPad, который я пользуюсь каждый день уже где-то лет 6-8. Вот, а это сам, Theta meter, соло банка, также, и также используется для приклира для двух рук. Михаил, спасибо за это тоже. Михаил, спасибо за это тоже. Alright, so, this is us, okay, this is our group, those are our staff members. This is Danny and Tammy Lamburger, who established Dror Center in 1992. and we have three core supervisors Emilia, Моти and Sophie we have two marketing guys Ethan and Iga and we have five auditors Tommy, Carmela, Дима, Юля and pay attention this is important this is me okay это мы, это наша группа это наши штатные сотрудники это Дани, Тами, Лембергеры которые основали группу в 1992 году у нас есть три супервайзера курсов Emilia, Моти и Софи у нас есть два человека, которые занимаются маркетингом Ethan и Иголь и у нас есть пять auditors Тами, Carmela, Дима, Юля и очень важно я я начал обучаться я начал обучаться я обучился аудиторскому мастерству когда мне было 20 лет 22 года я закончил с тех пор я адитирую каждый день круглый день это моя основная работа вот я адитирую 18 лет и 14 лет я супервизирую других аудитор так в этом лечке мы будем поговорить о коронавирус 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 хереси и это говорит очень удобно для моего лечения дата he is king and the king is not dead окей сегодня мы поговорим про корону коронавирус коронакризис все что связано с короной или любым другим кризисом который может наступить в будущем поэтому я выбрал обычную картинку на которой указана корона ну и очень удобно на ней написано что информация является королем или королевой как хотите и королева еще жива окей and Tami is going to give a lecture on exteriorization in Saturday at Saturday sorry on Saturday so I thought originally to combine two lectures about коронавирус and make one exteriorization by means of корона but then I decided to be a little bit more humane окей Tami дает в суботу лекцию про экстеризацию я означайно думал объедините эти две лекции и сделать что-то вроде экстеризация посредством короны но потом я все-таки решил сделать более человечную лекцию коронавирус hit your country you probably heard a lot of data about it from other countries from your media so before even virus came to your country you already knew about it so the public knew about the virus and when the virus hit your country the media overloaded you i suppose with a lot of data on television on radio on mass media any kind of mass media on social media and so on and so on so we received a lot a lot of data ok значит перед тем как вообще коронавирус попал в вашу страну на вас уже посыпалось тонны информации про коронавирус из других стран а когда коронавирус уже как бы пришел в вашу страну то это вообще начался поток и на телевидении и на радио и на средствах на социальной меди и так далее тому мы получали очень много информации so at one point I personally was so flooded with this information so I switched my radio in my car from Hebrew to Arabic and I was amazed because for the first time I could understand the half of what of what was said in Arabic language because every second word was Corona ok so итак я лично был настолько ошеломлён количеством информации что мне пришлось переключить радио в моей машине с севрита на арабский я удивился что первый раз мог понять половину того что было рассказано на арабском языке просто потому что каждое второе слово была корона Окей, то есть мы видим, что кризис, в принципе, начинается и продолжается с информацией. Окей, I want to ask you, how many people have you contacted during the lockdown, and how much data has contacted you since the beginning of the crisis, right? What is potentially more contagious? So, простой вопрос, который я хочу спросить, сколько раз вы, какое количество людей вы контактировали во время карантина, и сколько данных вы получили с начала кризиса, и по вашему мнению, что более заразным? Окей? So, in the first part of this lecture, I'm going to use references from data series evaluators course. Most of them will be from this pack. The simpler version of it is in the Scientology Handbook in the chapter of investigations. Окей, в этой лекции я буду в первой ее части я буду приводить большинство ссылок из курса оценщика серии данных Хаббарда, и вы можете также найти эти данные в более легкой версии в настольной книге Scientology, глава расследования. By the way, all the references that I'm going to give today to you are in a file that I'm going to give you in the end of the lecture with the links to our cloud drive, so you can download all the files, and you can read them or learn them or evaluate for yourself. Окей, and also I'm going to give you this presentation, so I'm just, I will share this presentation and the file with the references at the end of this lecture. Окей, кстати, в конце лекции я поделюсь с вами двумя файлами. Первый файл – это презентация, а второй файл – это список ссылок, которые я буду приводить в этой лекции. Вы можете, в каждой ссылке, под каждой ссылкой есть линк на наше облако, и вы можете скачать любую ссылку и изучить ее в вашем удовлетворении. Окей, so let's start to make, to make sense of it. Михаил, I don't see the bar. Okay, now I see. Okay, so the first thing that I want to differentiate here is the difference between NSAIDA and data. So NSAIDA means embroidered reports, false reports, embellished reports, not correct data. And data is data, it's not opinion data, not NSAIDA, brings about action. All NSAIDA does is cut the lines. So we have seen, in my opinion, a lot of embroidered reports in the time of Corona. And gosh, did we have the lines cut, right? Did you experience the cut com lines with your relatives, with your grandfather, with the colleagues of yours? Okay, Значит, первое, что я хочу разобраться здесь, это разница между INTETA и данным. INTETA означает приукрашенные доклады. Данные есть данные, это не мнение. Данные, а не INTETA, ведут к действию. Все, к чему приводит INTETA, это разрыв линии коммуникации. И по моему мнению, в этот кризис мы слышали очень много приукрашенных докладов. И вследствие этого у нас было очень много разрывов линии коммуникации с нашей семьей, с нашей работой, с нашими друзьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Okay, okay. So, the next distinction I would like to introduce is a difference between a fact and an opinion, okay? So, a fact is something that can be proven to exist by visible evidence, so if something to be considered a fact, we need to see the evidence of it. Now, an opinion is something which may or may not be based on any facts. Okay, so I've heard a lot of opinions about this crisis, you know, this unprecedented crisis, terrible pandemic, huge devastating consequences, which is not necessarily true, unless you can be shown a visible evidence. Окей, второе различие, которое я хочу сделать, это разница между фактом и мнением. Факт – то существование, чего можно подтвердить при помощи очевидных доказательств. То есть это доказательство, которое вы можете видеть своими глазами. Мнение же – это то, что может либо основываться, либо не основываться на каких-то фактах. Я слышал очень много мнений в этот кризис и про будущее, и экономическое, и про будущее здоровья, и говорились фразы «небывалый», «беспрецедентный кризис», что, кстати, неправда, «ужасный кризис», «ужасная болезнь» – все это является мнением, пока вам кто-то не покажет очевидные доказательства. Окей, как мы выясняли, мы, как правительные и люди,, как мы, как мы наблюдали, это устроенные доски, в это других и или иностранных кризис? Но, о предопадающем данном расстоянии, что бы я не было. On the contrary, it is the end product of an investigation and is what pulls an investigation along. One is looking for a metadata. So when we try to investigate something, we need to ask ourselves, what data do we miss? What don't we understand? What data are we missing in our logic, in our thinking? Okay, how do we do the investigation? How do we know, what really happens in this or in any other crisis? On the first glance, it seems that a prerequisite is a false data. On the contrary, it is the end product of the investigation, which leads to the investigation forward. We are looking for false data. So we need to ask ourselves, what about this situation we don't know, which data we don't have, which we don't have for logic. So for me, for example, just an example, omitted data was, is the threat of the coronavirus as high as reported, right? Okay, that's something that I did not know. So there are two breakthroughs actually that have been made here in the old age philosophic subject of logic. The first is finding a datum of comparable magnitude to the subject. And single datum or subject has to have a datum or subject with which to compare it before it can be fully understood. Okay, so if we want to buy a good car, how do we know that a car is good? Well, we need to compare it at least to another car or to a set of cars. Okay. Okay. В логике в этом древнем философском предмете было сделано два открытия. Первое – это принцип нахождения данного сравнимого по степени важности с рассматриваемым предметом. Для отдельного данного или предмета должно быть найдено данное или предмет, с которым его можно сравнить, прежде чем первый данный предмет будет полностью понят. Хорошо, когда мы хотим купить машину, хорошую машину, как мы знаем, что она хорошая? Нам по минимуму нужно ее сравнить с другой машиной, если не с группой машин. Тогда мы будем знать, хорошая она или нет. Также и в нашем расследовании нам нужно сравнить данные, которые мы получаем, с другими данными. Таким образом, для этого я получил таблицу, что я нашел в википедия артику о 2009 пандемии, пандемии, который был звук пандемии. И здесь есть таблица разных пандемии, которые происходили на нашей планете, А мы не знаем, что мы можем сравнить что-то. data with our current data let's not take this more you know more far pandemics because the level of medicine for first was different and also the level of media was different back then well let's take something that is very close to coronavirus pandemic which is 2009 and flu pandemic so this table gives number of people infected and deaths worldwide right this the entire population of the planet so the data is that in 2009 we had 700 millions up to 1.4 billion people infected with swine flu on the planet and the estimation of deaths is 151 000 up till more than half a billion people worldwide now this is interesting they say it's not pandemic but this is an interesting datum typical seasonal flu okay people are um so infected by one estimation from 340 million up to billion billion and by this estimation up to 1.6 billion people and death toll is 290 000 up to 650 000 people and each year okay okay i'm gonna switch to russian okay я взял таблицу из английской статьи про свиной гриф 2009 года здесь есть таблица которые сравнивают разные пандемии которые случились на этой планете давайте не будем брать более древние пандемии можно сказать что уровень медицины был другой уровень всего был другой давайте сосредоточимся на довольно недавно пандемии это пандемия свиного гриппа которая прошла в 2009 2010 года и в этой пандемии заразилась по приблизительной оценке от 700 700 миллионов до 1.4 миллиарда людей и погибших было 151 тысяч до более полумиллиарда людей еще также интересно данное здесь пишется что это не пандемия но все равно приводится для сравнения каждый год на планете заражается обычным гриппом до миллиона до миллиарда человек и по другой оценки до 1.6 миллиардов человек смертность от 2900 тысяч человек до более полумиллиарда человек это происходит каждый год завтра создавая операция киска оценки до 8.6 миллиардов человек теперь 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 начнется What you see from the right is current statistics I took this screenshot on 1st of May 2020 A from World Health Organization side so you can see that confirmed cases are over three million people and reported deaths are 224,000 people. Значит, мы здесь видим данные из настоящего времени, которые я взял из сайта Всемирной организации здравоохранения. И мы видим, что на этом сайте есть данные 3 миллиона человек заражены и 224,000 смертей. So, омит the data for me here in this situation. What is different about this pandemic that gets so much media attention, right? Now, have a look here. 1.4 billion people were ill, infected, sorry, with this illness. Did you hear about it? Does anyone know about it? I didn't know about it. I never heard about it, you know. About up to half a billion people died. Sorry, yeah, half a million. Okay, half a million people died. Nobody heard about it. Nobody made a fuss about it. So, how can it be in this situation that we are getting so much media attention to this freaking pandemic, you know? So, okay, for Russians... То есть, то, что я здесь не понимаю, что... Я извиняюсь. Что в 2009 году заразилось 1.4 миллиарда человек. Погибло до полумиллиона человек. В районе полумиллиона человек. И никто об этом ничего не говорил. Никто об этом не слышал. Я вообще об этом не знал. Как это может быть? Now, the other thing that is suspicious is the death toll here. Percentage by is relatively high. I think it's about 6%. Другая вещь, которую настораживает здесь, это процент умерших. Он все-таки немного большой. Около 6%. Как такого может быть? Около 7%. Окей. So, we are here going to read the next reference. So, valid answers may only be attained in using valid data. Well, that's very logical, right? If you're using wrong data, you're arriving to wrong answers. OK, наша следующая ссылка, правильные ответы могут быть получены только при использовании достоверных данных. Ну, это понятно, если данные наши неправильные. Понятно, что у нас получаются неправильные ответы. So, my next submitted data. Are the statistics of WHO reliable? OK, I just want to see you guys, so I'm going, OK. So, are the statistics of WHO reliable? Is WHO a reliable source? OK, то есть для меня следующие упущенные данные, надежны ли статистики Всемирной Организации Здравоохранения, является ли ВОЗ надежным источником? OK, I want to know who gives me the data and if it's correct. Я хочу знать, кто мне дает данные, правильно ли они? So, OK. So, in the same article about swine flu pandemic, I'm reading a critique on WHO. And it reads this way. In January 2010, Wolfgang Wodark, a German deputy who trained as a physician, so this guy is a doctor, and now chairs the health committee at the Council of Europe. So, he is a high official of health-related committee, claimed major firms had organized a campaign of panic. Does it ring the bell to somebody? To put pressure on the World Health Organization to declare a false pandemic, to sell vaccines. Wodark said the WHO's false pandemic flu campaign is one of the greatest medicine scandals of the century. Well, he didn't know nothing at that time, the guys got much more competent this time. He argued that the WHO, in cooperation with some big pharmaceutical companies and their scientists, redefined pandemics. Now, put it as, here it goes, removing the statement that enormous amount of people have contracted the illness or died from its existing definition and replacing it by stating simply, there has to be a virus spreading beyond borders and to which people have no immunity. I mean, I don't know much in medicine, but I think that the new virus, nobody has immunity to it, you know, if a person wasn't infected and didn't get the virus, you know, wasn't infected. I mean, if a person is infected with the virus, you know, if a person is infected with the virus, how can he be immune to it? So any new virus will start a pandemic. And this is a little bit that exists in the Russian version of the article, so I translated it to English. So the report blames the World Health Organization, the European governments and some EU institutions for taking action that resulted in the waste of public money and arousing unwarranted fear with the population, right? It's exactly what happens these days, right? All right, so, so, in English, a statement about swinogrip, there is a critic of WOSA, and to know, I can trust whether I can trust it or not, I, of course, want to read critical data about this organization. In this article, it is written, that in January 2010, Wolfgang Woderk, a German deputy, who received medical education, who received medical education in the United States of Europe, and said, that it was a company of panic, organized by large corporations, with the aim of the organization, with the aim of the organization, so that it was announced that it was a false pandemic, and they would be able to sell the vaccine. Woderk said, that the campaign of a false pandemic, the COVID-19 pandemic, the COVID-19 pandemic, is one of the greatest medical scandals of the century. Well, he still didn't know what will happen in this year. He said, that WOSA and some of the large pharmaceutical companies, and their scientists, they gave the pandemic new evidence and removed from the existing evidence the phrase big, well, in English, it's a huge number of people, who have died or died, with a simple phrase, that the virus, which is spread across the world, and most people don't have a human being. Well, of course, they don't have a human being. What do you mean by this virus? It's a new virus. How can they have a human being? How can they have a human being? How can they have a human being? If they have a human being, then they have an human being. How much is it? How do I know about medicine? 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 Мы можем сделать заключение, что ВОЗ не особенный надежный источник, не правда ли? Тоже мой самый надежный источник. Вы, наверное, знаете эту картинку. Моя жена знает все. So it happens that my wife is a nurse in a high-fuck hospital, and she worked for more than 20 years in emergency room, and she saw all the kinds of flus that you possibly imagine. Swine flu, bird flu, dog flu, I don't know. She knew it all. And she was asked, she's not working in the emergency room. Sorry, she's not working in the emergency room now, but she was asked for this crisis to go to the special coronavirus emergency room. Итак, так случилось, что моя жена работает медсестрой в одной из хайских больниц, и она больше 20 лет работала в приемном отделении, то есть видела все самые ужасные кейсы любой пандемии, которую вы хотите, только не было за последние 20 лет. Она видела свиной гриф, птичий гриф, собачий гриф, какой хотите гриф. И ее попросили на этот кризис пойти в специальное приемное отделение, которое было предназначено специально для коронавируса. Okay, so here is verbal data from my wife. I want you to know it because we later going to find some written evidence. So stats in Haifa, 30 severe cases. So at a given moment in all of the three big Haifa hospitals, there were only 30 severe cases for a population of half a million people which means you know zero 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 six of a percent right um so this is the data you know the travels in hospitals they know what's going on and they keep in hospitals only severe cases irregular cases they are sending home and also hospital policy which is also verbal whenever somebody has symptoms similar to coronavirus but a negative result after the coronavirus test you still consider this person a coronavirus patient so if somebody has um breathing problems or a temperature or symptoms very similar to coronavirus symptoms so statistically they consider them to be a coronavirus patient or you know somebody who was infected with corona virus и так устная статистика от моей жены по городу хайфа в определенное время лежала в трех больницах 30 тяжелых случаев на полмиллиона населения что равняется 0 0 0 0 6 даже не тысячных а десятка десяттысячных процентов ну пока здесь какой пандемии идет речь и политика тоже устная больница была если у человека есть симптомы похожие на симптомы коронавируса но результат теста отрицательно все равно считать такого человека больным коронавирусом в статистике то есть éранс cad lookим оitas каркан 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 оprochen в М о люб о о о о о о So this is actually a manual for doctors, for medical people, how to write death certificate, a very important, you know, job writing death certificates. So there is an entire manual, it's about 20 pages long. I will not bore you with it, but let's look at very interesting data. So a quote from the manual says, a death due to COVID-19, now COVID is coronavirus disease, that's how disease is called, is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease. All right, now, okay. So look here. So clinically compatible illness, what does it mean? It's not necessarily the same illness. All you have to have is compatible, that the symptoms would be the same or similar. And you don't need to confirm it. If you think, if a doctor guesses things, I don't know, he wakes up in the morning and he's saying, wow, my patients are probably infected by coronavirus disease, he should write on the death certificate that a person has died from coronavirus, which may be not the case. It may be bronchitis, bronchitis, maybe any other disease that looks like coronavirus disease. Yeah. Where is my… Okay, here it is. Okay. Итак, в конечном итоге ко мне попали данные уже письменные, которые вы можете найти на сайте Всемирной организации здравоохранения по этому линку. Как я вам сказал, вы получите все эти линки в конце лекции. И есть там такая инструкция для врачей, 20 страниц. Вся инструкция посвящена тому, как заполнять бланк причин смерти, медицинский бланк. Очень важно действия доктора записать, от чего умер его пациент. И вот эти 20 страниц объясняют, что же там писать. И вот одна выдержка из этих инструкций. Смерть, вызванная COVID-19. COVID-19 в переводе «болезнь, вызванная коронавирусом», определяется для цели наблюдения в случае вероятного или подтвержденного случая заболевания COVID-19, как смерть произошла в результате клинически совместимого заболевания. В отсутствии явно иной причины смерти, которая не может быть отнесена к COVID-19, например, трампу. То есть, что значит клинически совместимое заболевание? Это может быть любое другое заболевание, у которого есть подобные симптомы. Окей? Можно считать, что если человек умер от этого заболевания, допустим, от бронхита или чего-либо другого, или, в принципе, от обычного гриппа, его осложнение, то его, в принципе, зачисляют как умерший от коронавируса. И вам даже не надо. Они сделали для докторов очень легкую работу. Подтверждать не надо. Если доктор считает, вот так ему кажется, что вероятно, что это был коронавирус, ему обязательно надо написать, что это был коронавирус. Окей. И здесь, now we see an example of such a document. And you can see a person has some, you know, respiratory disease, and then he has pneumonia, and then on 12 days, nobody suspected it before that, but on the 12 days, he suspected coronavirus disease, and he dies. Well, you should write this as underlying cause of death. Doesn't matter this disease. Doesn't matter. As soon as doctor suspects coronavirus, that's it. That's the cause of death. Итак, это пример такого бланка, который врач заполняет. И вы видите, что здесь человек болел ОРЗ на русском, по-моему. Потом у него было воспаление легких, и потом на 12 дней вдруг все-таки врачи заподозрили, что у него есть болезнь коронавируса, и он умер. И все. Не важно, что у него было воспаление легких, не важно, что у него было до этого, доктор обязательно должен заполнять этот бланк и отмечать подозреваемый коронавирус как основная причина смерти, в принципе. Причеманный будет числа. Загаза номер. СоУ, в.Б.Б.К, через те вещи проявлены, когда нарколог ficar рфов sugar света быстрее. Проявлены подготовки из ухо быстрее. Из огория становится а vas mourа fulfilled. данных, которые я взял из этих инструкций, я не буду сейчас вас ими доводить до скуки, вы можете их прочитать потом после лекции в тех файлах, с которыми я с вами поделюсь, но эти данные все больше и больше дискредитируют действия воза. So now the next reference back of wrong data, it's obviously we have wrong data about coronavirus because first of all, the reason of theirs is being falsified. The number of infected people is being falsified and also this time they did an insane amount of medical checks, you know, in 2009 in swine flu pandemics, nobody was, nobody was medically checked, you know, so it's obviously wrong data. So back of wrong data, you will normally find an impure intent. So that somebody is giving you false reports is an evaluation in itself. So when you're receiving false reports from somebody, only this thing can lead you into conclusion. You know, a guy is lying to me, so what should I, you know, why should I be his friend? Why should I trust him, right? Right? Okay. И это нас приводит к следующей ссылке ЛРХ. Как правило, за неверными данными обнаружатся грязные намерения. Ну, допустим, нечистые намерения. Так что тот факт, что человек направляет им ложные доклады, само по себе является оценкой. Окей, ну, как мы видим, данные явно неверные. Количество смертей сфальсифицировано, количество зараженных сфальсифицировано. И также, в отличие от 2009 года, делается очень огромное количество проверок на этот гриф. Допустим, в Израиле каждый день делали 10 тысяч проверок. В 2009 году вообще никто никого не проверял. Окей. So, my conclusion is the coronavirus threat is highly exaggerated. Окей. So, I see it's not real stats, not real data. So, for me, no need to investigate further. Why? Окей, я делал такое заключение, что гроза чрезвычайно преувеличена. Все статистики сфальсифицированы. И мне не нужно продолжать расследование дальше. Почему? So, it brings us to next acceleration reference. This time is from book, Problems of Work chapter, The Secret of Efficiency. However, control in itself is not an entire answer to everything. For, if it were, one would have to be able to control everything. Not only in his own job, but in an office or on earth, before he could be happy. We discover in ExoMoney control that the limits of control should be extended only across one's actual sphere of operation. So, my actual sphere of operation is giving people auditing, making them more happy, more rational. When an individual attempts to extend control far beyond his active interest in a job or in life, he encounters difficulty. Thus, there is a limit to the area of control, which, if violated, violates many things. There is almost a maxim, yeah, there is almost a maxim that if an individual consistently seeks to operate outside his own department, he will not take care of his own department. So, if I would, you know, running around and searching for, I don't know what, some other solution than giving auditing to people, I would stop giving auditing to people and I will, you know, I will be in treason to my post. Thus, there is obviously another factor involved than control. This factor is willingness not to control and is fully, sorry, and is fully as important as control itself. Now, I'm not telling you to go to empathy and not to do anything. If you want to protest, protest. If you want, you know, to influence it in any way you won't, fine. I'm just telling my own example about myself. And I will give you, in the end of the lecture, my way of thinking how we can prevent this crisis from occurring. All right, so. Значит, следующая, почему я не продолжал расследование. Следующая наша ссылка из проблемы работы, книги проблемы работы, глава секрет эффективности. Однако контроль сам по себе не дает ответа на все вопросы. Иначе нужно было бы иметь способность контролировать все, не только в своей собственной работе, но в учреждении и вообще на земле, прежде чем стать счастливым. Исследование контроля показало, что контроль должен распространяться только до пределов реальной сферы деятельности человека. Моя сфера деятельности – это предоставление аудитинга и супервизирования, делая людей более счастливыми и более рациональными. Когда кто-то пытается распространить свой контроль далеко за пределами своих непосредственных интересов, в работе или в жизни, он сталкивается с трудностями. То есть область контроля имеет предел, и нарушение этого предела приводит ко многим другим нарушениям. Это можно назвать общим принципом. Если человек стремится постоянно заниматься делами не своего дела, он не будет заниматься делами своего дела. Очевидно, что кроме контроля здесь присутствует еще один фактор – это готовность не контролировать, и она не менее важна, чем сам контроль. Теперь я не призываю вас быть в апате и ничего не делать, и не проявлять никакой активности. Вы хотите делать демонстрацию, пожалуйста, вы хотите влиять каким-либо образом известным вам на ситуацию, пожалуйста. Я просто говорю свой пример. Я знал, что если я перестану давать оттенки и буду заниматься другими делами, я не буду носить свою шляпу. Так, Михаил, мы закончили первую секцию, так что если кто-то есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Можно вот в групповой чат задавать. Так, есть вопросы? Может быть, кто-то хочет задать его голосом, то тоже можете включить микрофон и задать. Нет вопросов? Так, ну, видимо, нет вопросов, так что, Алиф, я готова продолжать слушать твою лекцию. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, сейчас вторая часть лекции. Теперь я знаю, что эта стресса из-за ужин, осталось легко. Так что я знаю, что медиа меня меняет, правильно? Так что я знаю, что угроза преувеличена, остальное становится простым делом. Окей, если я не хочу, чтобы мое тело заболело, мне нужно приметь технологию PNPL, и это как раз наш вторая секция, второй отдел нашей лекции. Закомендую лекции. Окей, сао, На следующий раз я думаю, что многие из вас знают, There are too stable data which anyone has to have, understand and know are true in order to obtain results in handling the person connected to suppressives. These data are that all illness in greater lesser degree and all fall-ups stem directly and only from a PTS condition. That getting rid of the condition requires three basic actions. A. Discover, B. Handle or disconnect. A. So, you know, maybe for some people, this data is not real, I'm watching people for 18 years, I see my pieces before illness, during the illness and after the illness, and in any case, almost any case, there are some exceptions. A. There is a connection to SP, whether present or from a far past, but the obvious thing for me is when the suppressive person is being determined in the case of PC, he starts to get better. A. There were people who came in already ill, who were ill for years, and auditing and PTS handling helped them to recover and get better. A. Ok. A. Первый данный, наверное, большинство из вас знает. Оно из бюллетеня «Uнд Con comfy situation PIN». Существ karena recently, dove стабильных данных, которые должны быть известны каждому, и каждый должен понимать их, а также знать, что они истинны для того, чтобы добиться результатов при работе человека, связанной с под sigma личности. Вот эти данные. Любая болезнь в более или меньшей степени, любые случаи, когда кто-то вследствие неоптимальных действий, испортил все дело, происходит непосредственно и только состояние ПИД. Для того, чтобы избавиться от этого состояния, требуется выполнить трестные действия. А. Обнаружить. Б. Уладить отношения или разорвать отношения. Может быть, эти данные нереальны для всех. С моим 18-летним опытом озитинга я видел приклиров до болезни, во время болезни, после болезни. В каждом, почти каждом случае, когда подавляющая личность была найдена в настоящем времени или в далеком прошлом, состояние здоровья тела человека улучшалось, и он бы здоровался. Так же к нам приходили люди, которые болели годами до сентологии, и их состояние улучшалось с помощью войсинга и улаживания ситуации ПИН. Так, например, всё время. Теперь дальше. На самом-фере-зом projeto и представителя оптимального обнаружения. Ещён, и есть отдельное документское kinetic Nobelующие подразумное количество факторы. Они身 Europe 중 и собрать даже structure, количество интересного товарища и территории или об recipe с помощью пищенного пон cos 10 либо значения в причине. So, I mean, in order to be a potential trouble source, you need to get into postulate, counter postulate with a suppressive person, not any person, but a suppressive person. Well, of course, not every problem gets you sick, you know, you should be really worried about this problem to get you sick. Some problems are that big that they can't possibly make our body ill. Следующая данная очень простая, она в русском варианте из бюллетеня, механика появления, извиняюсь за опечатку, потенциального источника неприятности. Состояние ПИ назначает связь с подавляющей личностью. Я пишу вам точную механику это. Она заключается в следующем. Постулат, контрпостулат. Это анатомия проблем. Окей. То есть, чтобы попасть в состояние ПИН, у нас должен быть постулат, контрпостулат, с подавляющей личностью. Понятно, что не каждая проблема вызывает состояние ПИН. Мы должны действительно волноваться насчет этой проблемы. Она должна быть действительно велика, чтобы вызвать состояние ПИН. 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 I also cannot do different things, and it creates postulate, contra-postulates. So, I cannot come to a session or study in a course room, I cannot earn money, I cannot congregate with people I want to, I cannot fly to another country, cannot go to the seashore, which I like, cannot go to a park, to a restaurant, I cannot walk without a mask. Is it only me or anybody else hate wearing a mask? Anyways, move from city to city. Well, no wonder people are getting sick, you know, they're being actively suppressed by their government in present time, you know. So, я не хочу никому дать неправильные пункты, вот, поэтому буду говорить как будто про себя. В дополнение к обычному пинству, теперь я также не могу. Что значит обычное пинство? Ну, обычно в этом сессии выясняют, что приклир является пином к его папе, к его маме, к его жене, к его мужу, к его боссу. Ну, это обычные дела. Теперь к нам прибавились еще вещи, которые я, допустим, не могу сделать, которые являются, понятно, контрпостулатами, потому что я хочу делать эти вещи. То есть я хочу приходить на сессии, учиться в классе, не могу, я не могу зарабатывать деньги, не могу собираться вместе с другими, ну, я не имел это в виду, я не могу собираться с группами людей, не могу летать в другие страны, не могу гулять по берегу моря, то, что мне нравится делать. Не могу гулять в парке, в ресторан, не могу ходить без маски, не знаю ли только я, но я ненавижу ходить в маски и видеть других ходящих в маске. Я не могу уехать из своего города в другой город. Неудивительно, что люди заболевают. У них есть в настоящем времени подавление от их правительства. Окей, now, these statistics are real, you can observe it, you can consider it as a fact, you know, this is unemployment rate in Israel, just before the crisis, we have historically low rates, 3.4%. Look here now, we have above a million people unemployed, sitting at home, you know, getting social security. Окей, это правдивые данные, посмотрите на реальные разрушения, реальные действия отрицательного коронавируса, это количество безработных в Израиле. То есть до кризиса у нас было всего 3.4% безработицы, самое низкое за всю историю Израиля. И теперь посмотрите, что происходит. Больше миллиона человек сидят дома и получают социальное обеспечение. Now, civil rights in Israel, number of emergency directive issue. Now, guys, look, we in Israel had quite a number of emergencies throughout the years. You know, we had wars, you know, military conflicts, we had economic crises, you know, and look here. Now, war of 1967, the government issues only 40 emergency directives. And now, with freaking coronavirus, 70, 70 directives, you know, so civil rights are obviously being violated here. Okay, so I'm going back here to the PTSD and saying, what we should do with this thing, we should figure out a way to be at cause overall of this thing and to erase all the case reactions to this thing in order to confront this or any other crisis. Значит, я думаю, я на русском закончил здесь. Это количество безработных, а здесь это насколько права, гражданские права, насколько ущемлены гражданские права в Израиле, количество, количество постановлений в ЧП. У нас в Израиле, мы привыкли к ЧП, у нас было их дофига и больше. То есть у нас были войны, у нас были экономические кризисы. Даже если мы сравним войну 1967 года, в ней было издано 40 указов и какой-то коронавирус 70 указов. То есть понятно, что наши гражданские права очень ущемлены без видимой на это причины. So, я хочу вернуться на секунду к пинству. То, что нам нужно, это узнать для себя путь, как быть причиной к всем этим пунктам. И также немаловажно, как убрать реакции кейса на все эти пункты. So, and this brings us to the third part of the lecture. I just want to recheck with Михаил, if you have any questions. Михаил? Да, есть у нас вопросы. Как тогда с четвертой динамикой? То есть, what about false dynamic? I think it's connected with coronavirus. Sorry, but what about it? What's the question? What's the question? Слышно меня, да? Да, слышно. Слышно. Спасибо. Вопрос такой, если не делать этот investigation дальше, то я в своей комнате или на работе работаю и дальше не действую. То там была эта ссылка на этот контроль. Я тогда не контролирую больше, что не касается меня. И вопрос тогда не действовать и как бы не стараться как-то эту ситуацию, на эту ситуацию повлиять. Потому что это уже выходит как бы за пределы моего контроля. Ну, конечно, не так. So what Caspers ask if it's not my job to handle this situation? So, should I do nothing about it? Well, my answer is, of course, no, 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 no. By all means, we should do something about it. I just say that I, for my pause, did need to investigate further. But if you, Caspers, continue to get auditing Or you continue to run your life power center in Riga You are doing something about it, you know I mean, of course, government officials should investigate Who caused this, you know, first, who developed this virus Who, you know, any criminal investigation should take place I'm not a criminal investigator So, you know, I can drop you names But what would that help you in your life? What can you do with this data next? You know, it's somebody's jobs for sure To handle it on a government level Okay, and I'm going to share with you in the end of the lecture What I think is my way to be cause about it To handle it in the long run Okay, I'll bring my answer to Caspers You heard his question in Russian My answer is, of course, no Of course, you should do everything possible With your position, where you are Понятно, что есть люди, которые являются правительственными чиновниками К которым это прямая обязанность сделать криминальное расследование И принимать меры с тем, что происходит Или вообще их обязанность посмотреть здраво на тот кризис, который происходит И принять здравые меры Ну, допустим, как это сделали в Швеции Там никакого ущерба больше, чем в других странах, не случилось Вот, и я сказал к Аспросу, что он, конечно, если он продолжает адитироваться Или продолжает руководить его центром жизненной силы в Риге То он делает что-то с ситуацией Я в конце лекции поделюсь с вами своим мнением Как мы все можем быть причиной над этой ситуацией В более, так сказать, на более далекое будущее Спасибо, есть еще один вопрос Is it possible to let out a virus? И на русский я перейду Есть ли возможность проветировать вирус? Аммм... Okay, that's interesting question I've heard some versions of it from some people How to do it on OT-levels I personally didn't do it I think, well, if somebody must audit viruses, fine I prefer to audit people in the bodies Because, you know, I can make them not... I can make them not to be influenced by the virus You know, that's in my post I don't know, I didn't try to audit the virus Okay, my answer Я слышал от некоторых людей В особенности, которые делали уровни OT Что они этим занимаются Я лично такого не делал Я предпочитаю аддитировать людей в телах И сделать им... Поднять их иммунитет к вирусам Я думаю, что нету большой проблемы у нас с пятой динамикой У нас есть проблемы с четвертой динамикой Если мы уладим то, что есть в разумах людей, духов То и пятая динамика тоже будет в порядке Она без нас хорошо существовала И будет существовать Нам только надо уладить себя Окей? Окей, так, еще у нас вопрос есть Я правильно понимаю, что не надо никак реагировать на эту ситуацию глобально И я переведу Am I correct? We shouldn't react at this situation globally? No, I think we should But in a different way I mean, there are people who should react to it on a government level I am not in a government I'll share you my viewpoint How we, сентологи, should react to this Of course, we should react to this globally No Опасy is not a good thing You know, we don't need to be apathetic about it We should do things about it I just... What I meant is, you know Going and searching conspiracy theories Won't do too much good for us I mean, we all know there is evil in the world The question is how we fight the evil Окей, мой ответ нет Конечно, мы должны делать что-то глобальное Я с вами поделюсь мое мнение Что мы должны делать как сентологи глобально Опять же, есть люди, которые должны на правительственном уровне это улаживать То, что я имел в виду занятие всякими теориями конспирации Ничем нам не поможет Ну, во всяком случае, ничем мне не поможет И понятно, что есть зло в мире Вопрос, как мы с этим справляемся Спасибо Так, еще есть вопрос Почему в разных странах... Ну, есть вопрос Ну, хорошо, давай, Анатолий, слушаем Ну, я предполагаю, что вирус Это сочетание пятой и седьмой динамики Но это есть инструмент А на сегодня как-то обнаружено Кто же все-таки причина Кто это вообще запустил и зачем Окей, ну, мы возвращаемся к началу лекции Факты И факты и мнения То есть я слышал много мнений Я еще не видел факты Я обычно пользуюсь правилом А вы можете это в суд? Вот суд, если будут рассматривать Он принят это как данные, как факты И если это не очевидно То, увы, я это не беру за факт Я лично не знаю, кто создал этот вирус Хотя очень много мнений существует So, again, for this question Who created this virus? I've heard many opinions I haven't seen facts yet So, at the beginning of the lecture The different facts and opinions And my judgment is Can you bring this data to court of law? If a judge would look at this data Would he admit it For hearing Or would he say Oh, it's hearsay It's people talking, you know So, I haven't seen any facts yet Okay Спасибо Так, вопрос следующий Почему в разных странах Согласно официальным данным Разный процент смертности На 100 тысяч человек заболевших Довольно высокий Испания 54,8 Италия 47,9 Великобритания 45,6 При этом в России на 100 тысяч 0,9 Почему разница почти в 50 раз? Связано ли это со способами Учета умерших И манипулированием данными? Можно цифры повторить, пожалуйста? 54,8 54,8 Испания Италия 47,9 Великобритания 45,6 В России 0,9 Количество Всего населения? То есть половина Нет, это На 100 тысяч Смертей А, все Это не проценты Это Количество людей Да Смертей на количество людей Почему разница в разных странах? Да 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 Окей, So, The question is Why is the Death's total Percentage Is different In different Countries? Well, I cannot give you Facts I can give you My opinion First of all It could relate to the number of medical checks being done, the level of medicine, even the nutrition, you know, that people are eating and age of population. I mean, it could be so many factors. I'm not a specialist in it, so I won't bother giving you any facts. This could be investigated, you know, because facts are being falsified, so if they are falsified in Israel, of course, they are falsified in any other country, everyone falsifies it how they want. So, I mean, we cannot compare this data because it's obviously falsified. WHO is giving instruction to any Ministry of Health in any country. Okay, and again, I have no facts. I have only a opinion. It may depend on the number of tests, the routine and the number of tests, the number of tests, the number of tests, the number of tests, the number of tests and the number of tests and blood. И так далее, и тому подобное. Но опять же, так как эти данные фальсифицированы, и каждая страна их фальсифицирует по-своему, то мы не можем их сравнить, потому что они уже изначально фальсифицированы, и поэтому здесь нормального сравнения между странами мы не можем сделать. Так как ВООЗ, Всемирная организация здравоохранения, диктует свои инструкции всем странам, всем министерствам здравоохранения. Спасибо. Так, еще вопрос. Да, у меня такой же вопрос. Что делать, если мы не можем повлиять? Я спокойно отношусь к той ситуации, которая происходит, потому что я знаю, что она закончится. Я делаю то, что успокаиваю людей своим спокойствием. Это хорошо. То есть это был вопрос или комментарий? Что делать, если мы не можем повлиять на ситуацию? What to do if we can't influence situation? Well, I think we can, so. Okay. Next. Okay, just a moment. Here there is discussion between two guys, but I mean, yeah, I can continue and take up questions at the end of what you say, Михаил. Is there any important question for this section? Yes, I think there is no other questions. Okay, please continue. I would love to answer all the questions at the end, okay? Okay. So, all right. So, we are actually right to the final or next to final section of my lecture. And it is, of course, about auditing my activities that I love. And the next datum is from the Creed of the Church of Scientology, which was written in 1954. Four, we believe that the spirit can be saved, that the spirit alone may save or heal the body. Okay, so how can we save a spirit? We need to give him a lot of auditing and he will do just fine. And, yeah, the spirit alone may save or heal the body. The spirit takes care of a body. He exercises the body. It feeds the body. And, you know, and when a spirit doesn't have a reactive mind, so it can heal the body. In the Creed of the Church of Scientology, 1954, we believe that the spirit can be saved, and only the spirit can be saved or heal the body. How can we save the spirit? We can give him a lot of auditing, and everything will be in order. Only the spirit can be saved or heal the body. So, what auditing can do for you, what auditing does? It makes a person sane. It gives a person the ability to differentiate lies from truth. It gives a person the ability to learn and apply data. It gives a person an ability to earn more. It raises apathy, fears, anger, body somatics, and illnesses. It brings a person up the tone scale so that they can take good care of the body. Nutrition, exercise, boosting immune system, etc. And, the most important thing, it provides a person with spiritual freedom. Tami told me her cognition last week, Tami Lemberger, our senior CS. She told me, government can take my money. They can kill my body. They can do a lot of things in the physical universe. They cannot kill me, as a spirit. Okay? So, Tami has this certainty, because she is high up the bridge. She received a lot of auditing. And, spiritual freedom is the most important freedom to stay free as a spirit. And, we can achieve it by receiving lots of auditing. Tami Lemberger, who is a god. питания спорта повышение иммунитета и так далее не обращайте внимание на маркер пожалуйста дает человеку духовную свободу что самое главное там и ленбергер неделю назад поделилась со мной своим озарением он говорит правительство может забрать мои деньги убить мое тело но я как дух я свободно конечно говорит с реальности высоких уровней моста получив многое количество ойтинга действительно как бы духовная свобода для духа самым важно что могло бы быть соу нау олзи сабилитис of course can help us to survive this crisis or any other crisis to конечно все эти способности могут помочь нам выжить в этот кризис или в любую в любой другой любой другой кризис который к нам придет so now is big question how can we prevent a similar crisis in the future and the reality shows us that irrational people elect irrational governments and irrational governments act upon irrational agreements so if we want to change a situation we have very 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 difficult job и так реальность нам показывает что нерациональные люди выбирают нерациональное правительство а те в свою очередь действуют на основе нерациональных согласий поэтому мы получаем мы то что мы получили в этот кризис вот и большой вопрос как мы можем предотвратить наступление аналогичных рисов будущем so we are on a tough mission наша миссия трудна самая пенен мэби анкопилор for some people but i think we don't have any other choice just but to roll up our sleeves and to handle individuals by auditing why one by one i know this is a very big mission probably will take few lifetimes and to achieve it but i personally don't see any other way to achieve a rationality in this planet to make a majority of people more rational so they would elect a more rational politicians government leaders и так наша миссия трудна возможно мое мнение будет непопулярно среди некоторых из вас но я думаю что нас нету никакого другого выбора как брать как бы закатывать наши рукава и а дитировать людей один за другим и возможно эта миссия на несколько циклов жизни но все таки я не вижу другого способа брать человека один за другим а дитировать его и делать его более рациональным когда в конечном итоге мы дойдем до более рационального большинства в наших обществах которые будут выбирать более рациональных правителей которые будут справляться более рациональными с подобными кризисами so yeah михаил i finished this section are there any questions there is a question from seliana i want to ask two questions at the end he can ask right now i think if you want fine with me okay seliana okay yes okay i see that there is no sound from him no reaction good let's continue yeah 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 okay so i want to refer to a question that was asked in the first lecture of mary freeman someone by name ilia nikolai ask you amongst other thing so he asked basically two questions what would you advise young centology generation and how to disseminate centology in the most effective way okay я хочу как бы ответить на вопрос который задал ilia nikolaev mary freeman в ее первой лекции он спросил мэри чтобы вы посоветовали молодого поколения которое попало в центологию как сделать так чтобы центология распространялась больше и дальше so mary told him to get trained which i totally agree with mary ответила что станет auditor so i would like to answer the second question how to disseminate centology in the most effective way поэтому я хочу отметить ответить на второй вопрос как распространять центологию наиболее эффективным способом способ который дал бы наибольшие результаты so i would like to read you a quote from another rich beauty of course a sure road to award and glory is to find a new application for an existing centology process or principle or book the period of the discovery of principles processes or original works is surely over as we have everything that's already existing inventing and using new processes is a sure way to slow down the advance okay so we don't need to invent new processes they are already existing there were only too many anyway and it's been done but new ways to apply or disseminate what we've got are welcome 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 so here the rage welcomes us find new ways to apply or disseminate what we've got are welcome welcome well okay so we need to find new ways to disseminate the existing processes or books we have not really enough of those sorry we've not nearly enough of those and we'll be inventing or seeing them for the next empty trillion years a big number of years so i would like to translate it to russian first ok следующая ссылка из понятно ром хаббарда в плане ссылка по теме распространения найти новый способ применения для уже существующего ассентологического процесса или принципа или для уже написанной книги это прямой путь к наградам и славе период открытия новых принципов создания новых процессов и написания оригинальных трудов несомненно закончится поскольку законы природы нам все известны от и до изобретение использования новых процессов это верный способ замедлить наше продвижение окей окей здесь ром говорит окей технология есть теперь то что нам нужно этой как мы ее будем применять для распространения в любом случае существует ограниченное количество процессов все они уже разработали но мы приветствуем приветствуем еще раз приветствуем новые способы применения или распространение того что у нас имеется этих способов у нас отнюдь недостаточно и на протяжении следующих нескольких триллионов лет мы будем придумывать такие способы или видеть как они появляются окей то есть здесь акцент именно на использование того что у нас есть чтобы распространить то есть сделать известным нашу технологию можно большему количеству людей ну эти способности для этого кое-какия расставить вzilож 1960-х годов мы делаем зная зная указан мы о то есть напомнил м simple and understandable language all the basics of Scientology and Dianetics and gives three simple processes that anybody can apply on his friend or colleague of course I mean auditing so this book among other things solves a problem of copyright so the church doesn't have copyright for this book and life power does and it also deals with overall illiteracy or declining literacy level especially with the young readers young readers can't really read the book that were written in 1950 the language in English, Russian and any other language is too difficult there are many other things to tell about it but I will be short so this book was translated into several languages like you see Russian, English, German French, Latvian Spanish Hebrew not to forget Hebrew yeah and all right so I'm going to translate it to Russian ok 2 years ago Dany написал книгу под названием Жизненная сила книга описывает очень простым языком самые основные принципы сонтологии и дианетики также дает три процесса которые каждый может проэдитировать с помощью этих процессов своих друзей опять же процессы это процессы Рон Хаббарда ничего не менял только описание принципов были словами Дани эта книга решает несколько вопросов такие как авторские права в церкви нет авторских прав на этой книге а также уровень сложное слово на русском я уже забыл грамотность несложная оказалась уровень уровень грамотности населения особенно молодого населения которым сложно читать книги которые были публикованы на языке 1950 года и эта книга была переведена как видите на русский английский французский немецкий испанский латвийский и также конечно на иврит то есть она была написана на иврите и процессы which are described in the book are purely a large so just the description of basic principle by Danny Lemberger so this was the first book two years ago and next book is the complete communication manual it's very simple description of TR 0 to 4 beautifully illustrated and very good course was developed based on this manual to a new public it's important to stress that when the person is done is going through these courses and books of course he's getting original l-arrange writings and data but by this time he's pretty prepared ok ok следующим книгой было полно руководство по общению которое простым языком описывает ту от нуля до четырех и которая очень красиво иллюстрирована хочу также заметить что человек получает эти книги только при первом контакте и конечно все последующие курсы и знания он получает прямо от Рунг Хаббарда эта книга это как в ссылке писалось это инструмент распространения alright so the next book is the theory of CNI Control and Intention Theory and Practice of Control and Intention and it of course in the same manner describes ZTRs 6 to 9 also beautifully illustrated and very easy to understand ok следующая книга была история контроля и намерения теория и практика контроля и намерения которая понятно описывает таким же образом ту шести по девяти и включает в себя красивые иллюстрации и легкое описание и last but not the least our brand new release Study Essentials so this is brand new book it is of course about study tech and it's again beautifully written with different stories and it gives it makes the study tech available to many people ok ok и последнее но не менее важно это наш последний релиз основы жизненно важные данные по обучению конечно эта книга описывает технологии обучения легким языком с иллюстрациями и это делает многие обучения доступны большому количеству людей now what we found out is that more basic level of you know the lower gradient of this book is actually the complete communication manual book we found that starting a person from this course from 0 to 4 is our successful action for 92 would be 28 years already of existence of drawer center any person who came to us in this communication course almost everyone was very glad and he felt he is gaining right from the beginning from doing TRs it differentiates us with other places of education that gives a lot of theory because this course gives a lot meaning you know you're drilling TRs so you can feel very quickly changes and wins ok to what we saw that more восьмилетняя история существования дрора это наше успешное действие начинать человека с этого курса потому что этот курс отличается от других мест которые дают какое-либо образование тем что он содержит в себе мало теории много практики человек когда он тренирует эти упражнения он сразу чувство достижения и принципе он сразу становится центру и вот and a good product that goes very well into society is effective communication workshop so what we did they applied on the on the they applied this manual course and we repackaged it to deliver the tr zero to four and to employees of companies or firms so they are contenting different firms and companies and the the providing the workers and managers with tr course that is being done on there in their office okay so we eight and for example in israel goes drives to an office takes six ten employees and delivers them a life power effective communication workshop which basically consists of little theory which is laid out in a beautiful presentation you can have a taste of presentations it just you know from all over the place here is the communication formula here is the illustrations of you know basically tr tr zero and illustration of tr zero just to give you a glance so he gives them a little bit of theory and drilling 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 okay и то что мы сделали наш новый продукт который входит в общество это семинар эффективного общения жизненной силы который в принципе изложен в красивых демонстрациях то есть вы видите начало демонстрации такого семинара и наш работник допустим эйтан он а извиняюсь значит мы этот семинар проводим разным фирмам и компаниям мы с ними связываемся предлагаем сделать семинар в их нем офисе и мы посылаем человека допустим эйтана который приезжает допустим раз два раза в неделю в эту фирму и проводят 60-20 работникам этот семинар то есть он дает немного теории которая которая в принципе него готова уже в презентациях я вам даю только немножко посмотреть как эти презентации выглядят но это формула коммуникации это иллюстрация от ту 0 и ту 0 вот и конечно он делает очень много они делают очень много-много упражнений делают ту они доставки через этот круг оку maенгс в магия ти свинки в это второй раз была замерзать гадисы в этом библиотеке 장님 с вашим городчolen и мы будем вышивать сами в это и ноемову мы решили это в том, что умер. И поэтому, как и несмотря на то, что мы говорим в этом. И поэтому мы делаем это в городе и как и это очень серьезно. В этом году в этом году на гадисе и выводим это в трех соединящее время. И в России с вами был выводить в текущий день и нет. But here he has the basis for his theory, already prepared presentation, which shows the theory of this session lesson or training session. And of course, then they drill, okay, then they sitting in pairs and drilling. So, now, where do I, I already forgot what I said in Russian. Well, well, I'll quickly repeat. We use these presentations to give theory and, of course, then we do, we do a lot of training in the U. We did a few of these cycles in Israel, we did a few of these cycles in America. And now Gatis and Kasparas in Riga are giving a seminar in Latvia. It's like the first seminar, they should have finished. As you can see, Kasparas is drawing something on the desk. And he has the basis of the lesson. There are slides, presentations. He can quickly explain, tell, answer questions. And, of course, he can train all of them. Okay. So, Михаил, I think I'm ready to answer overall questions. Отлично. Так, у нас есть вопрос. Один товарищ хочет задать два вопроса. Вот, Solano… Хорошо. We are ready to hear you? I don't know, it's… Yes, it's here. Good. No one… Can you hear me? Yeah. Yeah, I hear you good. I just… Okay, I want to ask you… No, I cannot hear you right now, though. Sorry. It's okay. Good. Yes, we are here. Okay. So, back to the coronavirus situation about data, there is some data, and I want to ask about who data have I received and how to view it. So, Mikhail, did you hear the question? No, sorry, I don't catch it. Can you, whoever it is, can you write this? Can you write it and answer another question? Mikhail, write it in the chat. I can write it down. Yes. Okay, good. Okay. 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 Please tell close to microphone. Close to microphone. Yeah. Okay. Do you hear me better now? Oh, much better. Much better. Yeah. Much better. Okay. So, I want to ask about two data I received about the coronavirus situation and how to deal with it. Okay? Sure. Okay. The first is, I heard there is a strategy that the situation will be used to accuse China, to have cost it, to sentence them for paying repair, millions, billions, for the damage that happened on the world. And use this as an excuse to declare war against China and have third party of all countries in the world put against China. So, how can I deal with such kind of information? I think it is significant information and I just want to ask how to deal with it. Yeah. I'm just trying to understand the relative importance. Do we live in China? No, no. I mean, it is about a war that the US declared against China, which every country will be involved because it will be a world war. Okay. Now I got it. Okay. Thank you. So, I would refer to the beginning of my lecture. Is it a fact? Can you see the evidence of it? Or is it opinion of somebody? I personally listened to some politologists who told different opinions, very, very, you know, pessimistic opinions. Even one of my pieces told me, you need to go out of Israel because Israel will be in the middle of the war and go out and take your family and go. Well, you know, until we have some data to prove it, I have nothing to do about it. I mean, I cannot do anything about it. If somebody will have some evidence that, you know, an atomic bomb would be thrown on Israel, well, I would move out. I can do something with this data. For now, I have nothing to do about it. Okay. То, что меня спросили, говорят, что это все было создано для того, чтобы объявить Китаю войну, и это могло бы привести к третьей мировой войне. Я ссылаюсь на начало лекции, где я объясняю различия между фактом и мнением. Я слышал очень много мнений от очень разных политологов, и уши вянут. Правда, жить не хочется после такого. Но, опять же, это мнения, а не факты. У меня нечего делать с этим мнением. Если кто-то мне может продемонстрировать визуально, что какая-то проблема будет в Израиле, кто-то, не знаю, хочет на Израиль сбросить атомную бомбу, ну, это может действительно быть каким-то данным, которое может привести к действию, ну, я уеду. Окей? Это единственное, что я могу сделать. А с данным, что будут объявления мировой войны, извиняюсь, с мнением, что Китай объявит мировую войну, ну, мне с этим делать нечего, как и с другими мнениями, описывающие подобные или хуже результаты. Спасибо. Спасибо. Did you have another question? Thank you very much. You got a second? May I ask the second one, too? Or is it just the same answer? You can ask... Just another datum. You can ask the question with the same price. That's okay. Okay. The other datum is that the Bill Gates Foundation, together with the WHO, intend to enforce vaccination. to the whole world population. How about this? I've heard this opinion. Actually, a very knowledgeable guy who has four PhDs was talking about it. I can Google up his name if you want. I don't have PhD, so he has four. He told what you're telling. I'm not recalling him showing facts, but maybe if you, you know, Google him and see what he says, maybe he can... Maybe you can see facts in his research. He probably did some research. He probably... I know that he has written two books. A friend of mine sent me... I will give you his name in a second and you can, you know, you can do your own research. And if you're interested, you can see if it's based on data or it's the guy's opinion. So, just one second. And we are live. Welcome everybody. This is Devan Molyneux from Free Domain. I am very, very pleased to have Dr. Shiva Aradurai. And he is at MIT. So, it's Dr. Shiva... Wow, it's an Indian name that's hard to pronounce. I'll just... You can send it to my email if you like. Sure. I should be on your email distribution. Oliver Richter, by the way, from Switzerland. Oh, okay. Greetings to Switzerland. So, please write in the chat, because I don't know, you know, which meme... Okay. Write in the chart and I will mail it to you, this thing. So, it's... And we are live. Welcome everybody. This is Devan Molyneux from Free Domain. Okay. Dr. Shiva Aradurai. Okay. Dr. Shiva Aradurai. Okay. So, thank you for your questions. And thank you very much for paying attention and giving me the space to pose these questions. My pleasure. My pleasure. My pleasure. So, а я только перейду на русский. Вопрос был задан, а что насчет того, что Bill Gates пытается продвинуть вакцину всему населению планеты? Я ответил, что есть человек, у которого есть четыре докторских степени, у меня ни одного. Он говорит про это. Его объяснение мне показалось логичным. Но, опять же, это мнение. Я вам советую просто погуглить этого человека и посмотреть, или он дает какие-то факты, на чем он основывается. Я знаю, что он написал две книги. Его имя доктор Айадюрай. Айадюрай. Окей. Я попытаюсь, может, погуглить его в конце и где-то допубликовать. Окей. Да. Следующий вопрос. Извини, Миша. Миша, перед следующим вопросом, я только хотел сообщить… Сейчас, как бы мне это закрыть. Я только хотел сообщить, что… So, before I'm answering the next question, I would like to announce that in… I plan to be in Moscow in July and in New York in August 2020. And I will be happy to meet with you to assist with promotion using the LifePower materials. And for this matter, you may reach me at HELP. ADRAW Center COIL. Значит, я хотел сообщить, что я планирую быть в Москве в июле и в Нью-Йорке в августе 2020 года. С радостью встречу с вами для того, чтобы оказаться действием в продвижении с использованием материалов проекта «Жизненная Сила». Со мной можно связаться по адресу email HELP ADRAW Center COIL. So, if anybody is interested, just write me in mail, I pull, you know, and I will send you the data when and where and all this stuff. Yeah, okay, so I'm ready to answer next questions. Okay. Так, ну тут есть комментарии. Aviv, большое спасибо за лекцию и за интересную подборку данных. Всегда пожалуйста. Okay, я переведу. Aviv, thank you very much for lecture and for interesting set of data. My pleasure. Great, thanks. Okay, теперь еще один. Aviv, спасибо. Aviv, thank you. Do you have a live follow book in PDF format? Yes, we do. Okay, то есть вопрос был, есть ли у вас эти книги в формате PDF? И вот Aviv сказал, да, у них есть. Так, еще один, очень интересно, спасибо. Так, кто хочет, может задать вопрос, давайте продолжать задавать вопросы. Вот, или просто поднимите руку, там есть такая кнопочка, реакция по-русски. И можно нажать на кнопочку, что вы хотите задать вопрос голосом. Вот, либо пишите вопрос в чат. Who have any question, you can write into the chat. Or you can raise up your hand in Zoom. You can ask me any type of question, related, not related. I don't promise to answer, but you can ask. Вы можете меня спросить любой тип вопросов, связанные с лекцией, не связанные. Я не обещаю, что ответить, но вопросы вы можете задать. Don't be shy. I'm okay, без они больше. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Пока больше ничего. Пока больше ничего. Ну, в любом случае, большое спасибо тебе за лекцию. Было очень интересно, за вот эту подборку фактов. Вот действительно фактов. Не просто каких-то жареных каких-то новостей, а вот именно фактов, которые являются точными данными. Вот, которые можно использовать в действительно анализе так, как это использовал Рон. Как Рон сказал. То есть не просто с этими данными действительно можно пойти в суд. Вот. Поэтому это вот действительно то, что можно использовать и то, на что мы можем ориентироваться. А все остальное является мнениями. Спасибо большое, Миша. Спасибо. Я рад, если я смогу. Окей. Есть еще один вопрос. Что можно сказать по поводу чипизации или это тоже жареные данные? Вау, Вау. Эта вопрос. Когда у年的 внимание, то есть, хурицы действительноant выводят arrogant. У百年 малоου. По поводу чипс в своем Deus на днехство. У grown trop-сови. Во-первых, Agee determine как и организм,nen Ink market со временного материалов cия edtyoma. Уаф. У Parяки Toronto как? Дискуссing the subject, so the fact that the subject is being discussed, it is a fact, because we can see it in Internet, let's say, Sweden, or I found it in Bill Gates' speech. Yeah, so what I know is being discussed. Whether it will happen or not, I don't know. I recall some case of a US-based company that their workers voluntarily got this chip into the body, that's what I know about it. No other facts are known to me. Значит, по вопросу или чипизация, это факт или фабрикованные данные, но я знаю, что есть страны, допустим, как Швеция, которые это обсуждают, то есть факт обсуждения — это факт. Будет это или не будет, я не знаю, это уже мнение. Я знаю, что Билл Гейтс говорил про это. То, что он про это говорил, это можно считать факт. Будет это или не будет, я не знаю. Было одно дело американской компании, один случай, когда ее работники добровольно согласились в себя эти чипы всунуть. Это все, что я знаю про этой теме. Спасибо. Так, у нас есть комментарии. Спасибо большое. Очень интересно и полезно. Thank you very much. Very interesting and helpful. Так, еще один комментарий. Спасибо, Aviv. Thank you, Aviv. Еще один комментарий. Мы будем рады встретиться с тобой в июле в Москве. Взаимно. А кто мы? Елена М. Елена. Окей. We'd be glad to meet you in Moscow in July. Так, и вот тут вопрос. Как изменится ситуация с приклиром после или во время кризиса? ПК будет меньше или больше? Изменятся ли кейсы? Какое влияние оказывают подобные ситуации в мире на приклиров? Что вы думаете об этом, Aviv? Вау, крутой вопрос. Значит, количество приклиров, изменятся ли кейсы? Да? Три составляющие. Вот ПК будет меньше или больше? Я не знаю, это размер тетана имеется в виду? Или что-то еще? Или банк у него увеличится или уменьшится? Вот это тут я не понял. Какое влияние оказывает подобные ситуации в мире на приклиров? okay so well this is you know directly relates to me as i'm an auditor so of course of course the number of prickles dropped in the crisis because the government enforces social distancing so some pricklers considered to be unsafe to come to draw and somebody didn't we didn't enforce any opinion of ours so we were here to help to those who were ready to come and receive auditing and yeah of course the number dropped on lines it's um you know it's coming back to where it was before the crisis gradually um so the numbers are dropping in the crisis and that's why it's better to get as much auditing as possible when the crisis is over before the next one begins and will it influence cases of pieces well you know it's as any secondary it's threat of loss you know threat of loss of income loss of body loss of relatives it's making a bit secondary to cases of everybody on this planet of course this is you know not a very good thing to say the least значит и конечно так как бы прямой ко мне относится количество приклееров уменьшается резко потому что есть приклееры которые считают что это небезопасно приходить дрор или к одитору и одетируется мы были открыты для тех кто был готов прийти в дрор и получить auditing сейчас количество приклееров возвращается тому которое нам было изначально и это насчет количество понятно что количество уменьшается и я вам советую получить как можно больше возника сейчас когда кризис закончится перед другим кризисом а изменится ли кейсы ну конечно изменится это вторичная грамма для многих людей угроза потери или потеря действительно угроза потери тела угроза потери дохода угроза потери близких и так далее то есть конечно это увеличивает реактивный ум жителей этой планеты а не уменьшает спасибо так тут ну такой дополнительный вопрос спросили спросили про книги в формате pdf но это уже было вопрос тут вопрос был про поводу книг в формате pdf и ариф сказал что для россии тоже возможно продажи данных книг в формате pdf вопрос thank you aviv very interesting and inspired my pleasure просто комментарий так спасибо а вив было очень интересно и inspired я не знаю это слово вдохновляющих вдохновляющих окей спасибо так и последний тут сейчас вопрос а when you are going to set up an online org and deliver life power online online org and deliver a love power on one то есть когда вы собираетесь установить онлайн организацию представлять life power вот этот проект жизненная сила онлайн онлайн staff, all the help is welcome, welcome, welcome. Окей, я переведу мой ответ. Я сказал Дэвиду, что я еврей, я отвечаю вопросом на вопрос. Я спросил Дэвида, когда он собирается сделать такую организацию онлайн и предоставлять сервисы жизненной силы. Понятно, что наши ресурсы ограничены и любая помощь приветствуется, приветствуется, приветствуется. Окей, спасибо. Ну что, пока вопросов больше нет. So, thank you very much for being such a great audience, for being attentive and listening and asking great questions. And большое спасибо, что вы были такой замечательной аудиторией, были внимательны, спрашивали такие умные вопросы. So, I would be glad again to meet you in July in Moscow or during August in New York and see how we can get the dissemination going. я опять буду рад видеть вас в июле в Москве или в августе в Нью-Йорке и посмотрели, как мы вместе можем продвинуть распространение сентологии. Еще раз большое спасибо Михаилу за организацию. Это большое труд, большое вложение. спасибо большое again Михаилу за организацию и за его усилия. Да, и вы у меня мейл, вы у меня мейл, 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 мейл. so please contact us with any question. У вас есть наш мейл, пожалуйста, обращайтесь по любому вопросу. Окей, спасибо, Авиф. Ну, и я переключусь на свою презентацию. Окей. Я вышел, sorry. Да, спасибо. Так. Итак, у нас был сегодня Ави Бершацкий, из центра Dror. Еще раз спасибо, Ави, за твою замечательную лекцию. Ты прояснил очень многие интересные данные синтологические. И сейчас я расскажу, кто у нас будет завтра. У нас будет завтра легендарный аудитор Трей Лоц. Это человек, который ориентирует по 10-12 сессий в день. Он ориентирует все на мосту, включая ноты, включая эйл рандауны. Он самый высокостатный аудитор эйл рандаунов. Насколько я знаю. И его лекция будет, и он, кстати, обучался у Рона Хаббарда на корабле. И его лекция будет лекция о второй динамике. Так что приходите завтра. Лекция будет не в 7 часов, как сегодня, а в 8. Поэтому имейте это в виду на час позже. Потому что трейл так будет удобнее. Вот он попросил принести время. И я сейчас скажу по-английски. Tomorrow мы будем у нас лекция о Тайлоте. Он класс 8 аудитор. Он получил эту лекцию от Эрон Хаббард и его лекция будет о секунд динамик. Это будет один час позже сегодня. Так не так как сегодня. И мы ждем для вас его лекция tomorrow. И если вы хотите поддержать наш проект вот наши данные можете им воспользоваться. Если вы хотите поддержать нас это наш данный вы можете использовать это для платить с Paypal например и спасибо большое спасибо спасибо Благодарю за участие и ждем вас завтра. Спасибо.